Страшно. Скажи, пожалуйста, есть какой-то вариант, когда вот запись идёт, да, и ты записываешь, потому что в Телеграме очень редко провожу эфиры, последний раз сто лет назад, есть ли возможность сделать, чтобы видно было всегда два окошечка, потому что я знаю, что кто говорит, того и видно, вот так вот, или нет? В принципе, когда ты запись выбираешь, у тебя там есть варианты, где ты сбоку и снизу. Обычно, если ты выбираешь, ну как, альбомное расположение, обычно сбоку ещё кого-то видно. У меня, по крайней мере, когда я записывалась, было видно. Ну, вот я так не буду. Поговорим о том, собственно, о терминологии, зачем мы здесь сегодня собрались. Дальше уже к прикладной части пойдём, расскажем некоторые наши истории жизни, как мы это принимаем, как мы это применяем. И дальше уже начнём смотреть, подключится ли, успеет ли подключиться кто-то к нам, чтобы задать свои вопросы. Возможно, под постом уже успеют опубликовать интересующие моменты. На всякий случай, тем, кто не читал пост, а сейчас к нам подключился, рассказывая о том, что в канале «Ферментация» есть пост к этому эфиру, и в нём можно задавать вопрос, если вы хотите, чтобы мы отдельно в рамках встречи его обсудили. Вот. Также можно будет, дадим время, можно будет поднять руку и выйти к нам сюда, поговорить в рамках той темы, которую мы обсуждаем. Вот. Ну, это я, пожалуйста, попрошу тебя сначала представиться. Конечно. Потому что я тебя не представляла. Расскажи про себя в двух словах. Конечно. А жалко, что на свой час. Скромно, скромно. Так. Ну, прежде всего, да, технические моменты мы обсудили. Что будем делать, обсудили. Теперь давайте представимся. Ну, думаю, там, Анну все знают, собственно, у неё на канале. Странно было бы, если бы её не знали. Странно, да. Вот. Меня зовут Ксения Кривцова. Я дипломированный врач. В медицине я больше 17 лет. Занимаюсь я направлением педиатрия, узкой специализацией, моя аллергология, иммунология. Параллельно с этой историей я занимаюсь психологией, психиатрией, педагогикой. И сейчас ещё дополнительно прокачиваю в направлении психотехнологии и трансформационного менторинга. То есть, чтобы было понятно, всё это инструменты, находящиеся просто в разных плоскостях. И то, и то, и то, и то имеют объектом своей работы человека, его гармоничное состояние, его душу, тело и окружающую его действительность и мир. То есть, здесь нужно понять, что это касается и дома, и машины, и работы, и всех тех мест, где мы бываем, и в рамках которых мы существуем, чтобы нам было комфортно. Это всё и про внутреннюю часть, и про внешнюю часть. И медицина как нельзя лучше за это отвечает. Вот. Вот. Наверное, если коротко, то история такая. Так. Смотрите. Так. Аня, может быть, у тебя какие-то есть вопросы? Что-то уточнить сейчас пока возник? Нет, мне очень классно. Я не знала, что ты. Во-первых, я хочу сказать, что мы с Ксенией вдвоём, ну, вдвоём, вместе учимся на одном потоке Аспен Метод. Вот. Как раз-таки курс, который я, про который я немножечко рассказывала на своём канале, вот, чтобы народ понял вообще, откуда вдруг, чё, какой доктор, чё, какой психолог, Алёв. Вот. Очень круто, что ты ещё и аллерголог, потому что вообще моя история с ферментацией, ты понимаешь, я всё равно ферментацию пришью сюда, хоть за какой хвост. У меня началась с того, что у меня у ребёнка аллергия, вернее, ну, не аллергия, экзема была. Угу. Я начала вглубь копать и выкопала вот этот вот микробиом, вот это вот здоровье кишечника, и, короче, оттуда пошло, знаешь, один из инструментов была ферментация, такая, о, квашеная капуста, есть. Вот. Поэтому очень интересно, я не знала этого, я знала, что ты доктор, но я не знала, что это такая специализация прикольная. Не, я даже не доктор, я врач. Врач. Диссертацию докторскую я ещё пока не защищала. А я не знала вот этого вот разграничения. Да, на всякий случай, смотри, у нас просто... В рамках там на постсоветском пространстве слова врач и доктор считаются синонимами, а по факту доктор – это степень научная. Доктором можно быть любых наук. То есть доктора можно быть технических, физических, там, нефтегаза и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, глобально доктор – это тот, кто защитил диссертацию доктора. Ну, логично. Я остановилась на кандидатской. Всё-таки у меня есть ещё, знаешь, идеи насчёт личной жизни. Если решу ставить на ней крест, пойду защищать докторскую. Будет чем себя развлечь. Да уж. Появится очень много свободного времени. Так, давайте тогда постепенно идти к нашей теме. Я предлагаю, смотрите, тема у нас заявлена, как расхламление, лень и перфекционизм. На самом деле все эти понятия очень сильно замешаны, очень сильно связаны. И раз мы сегодня на канале по ферментации, я предлагаю здесь идти, наверное, давайте пойдём с вами от прокрастинации и лени, если возражения не поступят. Давайте тогда даже начнём с определения. Если верить толковому словарю, то лень он у нас определяет как отсутствие или недостаток трудолюбия. И отдавание предпочтения свободному времяпрепровождению, а не трудовой деятельностью. Ну, то есть определение лени у нас такое. А если мы смотрим на лень в более широком смысле, то лень – это прежде всего наш предохранитель. То есть мы можем это рассматривать как предохранитель, а можем рассматривать именно предохранитель нашей психики. Или же как, скажем так, пассивный бунт. И то, и то очень хорошо отражает, собственно, суть вопроса, зачем она нам нужна. Ну, то есть природа не глупая штука. И ничего случайного в нашем организме и в нашей психической деятельности нету. Всё для чего-то нужно. Поэтому, если бы лень нам была не нужна, подозреваю, что столько лет эволюции избавились от неё, так же, как и других родименеров, которые, очевидно, не показали свою профпригодность за этот период. Главный момент, когда мы смотрим, в принципе, на лень как на явление, надо понимать, что в настоящее время лень как, в принципе, нормальный механизм, скажем так, рабочий, правильный, существующий механизм внутри нашего организма, в него вкручивают очень много, ну, то есть туда накидывают много того, чем лень на самом деле не является. То есть сейчас, если посмотреть на то, как мы в социуме используем слово лень, в лень обычно запихивают всё то, чем нам не хочется, трудно, неинтересно. То есть это просто становится прекрасным оправданием для каких-то действий, либо бездействий. То есть лень превратилась в оправдание. Из механизма, чем она, по сути, является, она превратилась в такое общественное оправдание. То есть это такой театр, где, типа, окей, мне лень, другие, окей, ему лень, как бы норм, это социально приемлемая форма ответа на какой-либо вопрос. Вот. Здесь очень важный момент, что надо разграничивать лень и безответственность. Потому что, когда в одно понятие очень сильно намешаны другие, возникает переплетение, возникают сложности внутри для того, чтобы с этим это отрабатывать. То есть что дальше с этим делать? Если у тебя нет четкого понимания, с чем ты работаешь, как этот механизм выглядит, что он себя включает, ты намешиваешь сюда другие механизмы, у которых другой алгоритм. Они по-другому действуют. Ну, то есть не надо путать лень и безответственность. Ну, то есть что такое, в принципе, ответственность? Это способность справляться с последствиями ранее принятых решений. Ну, то есть сюда же добавляем термин дисциплина. Дисциплина у нас это последовательное, следовательное. Давайте переформулирую. Это планомерное следование своим решениям. То есть ты, как взрослый ответственный человек, принимаешь какое-то решение. Ну, например, ходить в спортзал. Ходить в спортзал – это целый ряд манипуляций, которые ты должен регулярно совершать. То есть сначала выбрать зал, купить карточку, купить форму, после этого договориться о тренировках с тренером, начать ходить на эти тренировки. То есть составить план тренировок, начать ходить на эти тренировки и с определенным алгоритмом их посещать. Ну, в принципе, у тебя есть твоя ответственность, ты принял это решение. Дальше твоя дисциплина, что ты посещаешь, выполняешь все пункты этого плана в соответствии с тем, как ты его себе наметил. Вот. Здесь очень возвращаемся. Это тоже интересная тема. Ответственность, безответственность и дисциплина. Да. Возвращаемся обратно к Лене. Собственно, и если мы отсюда вот убираем историю с дисциплиной, историю с безответственностью, то есть когда ты не готов следовать своим же ранее принятым решениям. Ну, то есть тут уже отдельный вопрос, и, наверное, это тема даже отдельного и ни одного, возможно, эфира о том, что почему ты не готов, скажем так, почему у тебя возникает безответственность, то есть что она тебе говорит и как это происходит. Чаще всего внутри безответственности лежит наше несогласие с ценой, ну, то есть те действия, которые нам нужно совершить для достижения поставленной цели, мы на них не готовы. Не готовы финансово, не готовы физически и так далее, и так далее, и так далее. Это вот прям отдельная, отдельная большая-большая тема, которую, если захочешь, и у твоих подписчиков будет на это отклик, мы, думаю, с тобой с удовольствием затронем или запишем какой-нибудь подкастик, который можно будет отдельно потом тоже прослушать. А вот, возвращаясь к Лене, что если мы из нее вытащили то, чем она не является, то, по сути, о чем нам говорит этот предохранитель, то есть молчаливый бунт или этот наш такая пробка, когда система электрическая в здании перенапрягается, вылетают пробки. Я думаю, периодически, особенно там старый жилой фонд, думаю, многие с этим сталкивались, что там включишь 7 электрочайников, и у тебя гаснет все. Все. Система говорит, все, ребята, финита, так делать со мной не надо. Поэтому наша задача здесь разобраться, а почему возникла такая реакция, что в ней лежит. Глобально эту реакцию можно разделить, наверное, на три больших блока. Первый блок – это я не хочу. Ну, то есть, когда я действительно, мне лень, потому что я действительно просто не хочу этого делать. Например, мы с подругами договорились сходить на выставку, там настал, условно, день выставки, а я понимаю, что мне эта выставка неинтересна. Я не хочу выходить из дома, потому что неделя у меня была сложная. В предыдущую ночь вообще там из раздела младшего ребенка резались зубы, и я еще не умылась, зубы не почистила. За ночь проспала 10 минут, и прям последнее, что мне сейчас в жизни нужно, это идти и получать, скажем так, пищу в арт-галерее, скажем так, для своего сознания. Вряд ли я смогу воспринять все то, что мне покажут за скидку в кровати и одеяло. Поэтому в данном случае лень говорит о том, что ты действительно не хочешь, ты имеешь право этого не хотеть. У тебя появился другой приоритет, и мы все взрослые люди, которые могут как договориться на что-то, исследовать своим договоренностям, так же, что если ваша система перебалансирована, ну, то есть у вас появились новые вводные, вы можете передоговориться. Конечно же, я не говорю о ситуации, что передумал, никому ничего не сказал, и зарянусь синим пламенем, и дальше это уже как бы не моя проблема. Конечно же, речь идет здесь о том, что надо к другим людям всегда относиться так, как вы бы хотели, чтобы в данной ситуации отнеслись к вам. А именно, например, я всегда в таких ситуациях предупреждаю, либо переношу это событие, если это возможно перенести, либо там извиняюсь и рассказываю, ну, то есть извиняюсь, рассказываю, что давай там позже, раньше, на следующий день, через день, там, не знаю, предлагаю там, давай я на эту же выставку куплю билеты там через три дня. Или же, если это не подходит другая, ну, например, тоже там, допустим, следующий выход за мой счет, там дня через три-четыре. Когда ситуация изменится, и это будет возможно. Ну, то есть, смотрите, вариант с не хочу мы проговорили, когда действительно тебе просто этого не хочется, тебе туда не надо. Также тут очень популярная история, когда, например, вы занимаетесь каким-то делом по, скажем так, как это у нас обычно говорят, знаете, на автопилоте, вот, а на самом деле импульса, то есть вот этой внутренней энергии, которая бы вас заставляла вставать, которая бы давала вам силы вставать с кровати, идти и это делать, просто нет. Ну, то есть в этом действии этого нет. В данном случае действительно вот эта история с не хочу возникает. Здесь очень важно, скажем так, давайте так, сначала давайте проговорим все возможные варианты, их глобально три, а потом переключимся на историю, что с этим делать, иначе мы на каком-то одном можем с вами зависнуть надолго. Кроме не хочу, следующий – это не могу. Ну, то есть, на примере, наверное, будет понятнее, скажем так, девять женщин, что с ними не делай, за один месяц ребенка тебе не родят. Вот, просто не могут, физически не могут. То же самое, например, я не могу подтянуться сейчас 20 раз, ну, просто не могу. Ну, скажем так, я физически сейчас не могу это выполнить, в силу того, что у меня недостаточно, там, подготовки к этому действию. Или, например, я не могу провести эфир на китайском. Так сложилось, что китайский язык я еще не умею. Поэтому это я тоже сделать просто не смогу. Так что иногда словом «лень» закрывает вот очень большой пласт истории, где твоих скиллов недостаточно для выполнения задачи, или же где их у тебя, в принципе, просто нет. Ну, да. В таких случаях проще, чем признаться, что, знаете, я не умею, или у меня недостаточно опыта, недостаточно квалификации. Проще сказать, что мне лень. Да. Это как-то социально более одобряемая форма. Да, 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 да. Что другие подумают. Совершенно верно. И тут вот эта вся история накручивается, что подумают, а что скажут. А тут вроде как все, не забывайте, что когда ты разговариваешь, ты говоришь о себе, а другие слышат про себя. Поэтому момент с такой формулировкой, он просто такая вот расшаркивание. Я вам скажу то, что вы хотите услышать, вы услышите то, что вы захотите. В итоге мы каждый остался при своих, но разошлись довольны. И третий большой блок здесь – это «не верю, что смогу». Да. То есть что мы еще закрываем ленью? Это «не верю, что смогу». Здесь это очень сильно связано как раз таки с термином перфекционизма. То есть мы зачастую, люди, склонные к перфекционизму, зачастую не берутся за задачу, если у них нет стопроцентной уверенности, а лучше на 110%, что ты эту задачу выполнишь с эффектом вау. То есть что ты получишь идеальный результат. То есть если у тебя нет гарантии идеального результата или ты не уверен, что ты сам себе или кто-то еще может тебе гарантировать идеальный результат, то лучше за это действие не браться. Так что тут вот такая история. Давайте, наверное, подробнее пройдемся. Что же делать в таких случаях? Окей, мы это все легализовали, название дали, а теперь давайте подумаем, как с этим жить-то дальше. Что делать-то? Если у вас, если вы на себе поймали, отследили историю в качестве Лени с «не хочу», то тут самые рабочие инструменты – это посмотреть, ну, то есть себе честно ответить и посмотреть, что нужно ли это вам в принципе, возможно, это прекрасный момент – отказаться от этой задачи. Возможно, эта задача вам не нужна. Действительно не нужна. Здесь имеет смысл переоценить, грубо говоря, вернуться на шаг назад, понять, откуда эта задача возникла, действительно ли она вам нужна. И, соответственно, если она вам не нужна и никакой критики не случится, ну, условно говоря, вам лень учить английский язык. Когда-то лет, там, 15 назад вы приняли решение, что вы хотите выучить английский язык. С тех пор вы себе там из года в год переписываете это желание на следующий год выучить английский язык. И вот уже… А это было многим. Если у вас что-то другое, да-да-да. Ну вот, да-да-да-да. И вот как бы фонит-фонит эта история с английским. И вот уже 15 лет в каждый новый ежедневник на следующий год она переезжает с вами. А вот здесь уже как бы повод, скажем так, не качать эту ветку, не ругать себя в дальнейшем за то, что вы уже 15 лет не занимаетесь этой задачей, хотя себе обещаете. Можно просто вернуться на шаг назад и понять, а действительно ли вам нужен английский язык, действительно ли вы его используете. Мы не знаем, что называется. Но, да, почему эта, в принципе, история у вас возникла? Ваше ли это желание? Хотите ли вы его учить? Может, у мамы была всю жизнь, знаешь, как может, у мамы была всю жизнь мечта, что доченька английский будет знать. Например, или выучишь английский и уедешь в другую страну, а у вас, в принципе, страх, страх переезда. Вы любите родной город, вам всё прекрасно, а переезд для вас это скорее подобно стихийному бедствию и никогда и ни за что. Тут любимый там каждый камушек, каждое дерево, каждая травинка и так далее, и так далее. Здесь может быть очень много всего скрываться, но главное понимать, что вы автор своей жизни. И действительно, собственно, вы как могли принять решение, что это вам надо, вы можете принять решение, что это вам не надо. И ничего такого не случится, потому что обычно... Вообще. Ой, я в себе же зачаруюсь, вот это вот начинается, знаешь, это вот стигня такая внутри. А, да, да. Я задала себе слово, ну, в смысле ты сейчас передумаешь, понимаешь, да? То есть вот это вот ещё такой момент внутри бывает. Конечно, поэтому передумать – это нормально. Это нормально. Если вам не нужен этот результат, то передумать, полить туда ресурсы – это нормально и это даже правильно. Странно идти, тратить пять лет на изучение, например, английского языка, понимая, что тебе не нравится английский язык. Он тебе нигде не пригодится. И, в принципе, эта тема тебя не драйвит. Вот это, на мой взгляд, гораздо более странная ситуация. Сжечь туда кучу ресурсов только потому, что побоялся себе честно ответить, что мне на самом деле это неинтересно. Дальше. В истории, если действительно не хочу, можно делегировать. Ну, например, здесь пресловутые какие-то домашние обязанности, например, там какая-то мытье окон, условно говоря. Вы понимаете, что вы это делать не хотите. Это сложно. Это надо тепло одеваться. Это куда-то там вылазить. Это вот эта вот вся история. Взять в прокат керхер или еще что-то, чтобы помыть эти окна. Вот это вся сложная история. Практика показала, что быстрее, быстрее и дешевле. Просто нанять специально обученного человека, который придет, это сделает, например. То же самое. Иногда достаточно себе там, что с ребенком делать уроки в ряду там определенных причин, например, там психоэмоциональных, что вам доставляет дискомфорт. А ребенку требуется какая-то поддержка для выполнения домашних заданий. Это нормально. Эту историю просто делегировать. Просто не страдать из раздела, что мне лень, но я должна. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Драма. Да. И пять дней в неделю в доме драма, потому что человек, который не хочет что-то делать, он не может от этого искренне получать удовольствие. Гораздо правильнее в этой ситуации будет просто пригласить человека, который эту задачу может выполнить. Это не обязательно должно быть завязано на деньги. Это может быть история с мужем, с бабушками, с дядями, тетями. То есть с теми, кто действительно... Ну, как бы мне так получилось, что, например, у меня среди родственников есть люди, которые там имеют педагогическое образование и искренне любят, вот прям им искренне нравится делать домашнее задание. Вот. Я великолепно понимаю, что, окей, моему сыну сейчас 3,9, но когда ему будет после семи, скорее всего, там, глядя, как сейчас с моими племянницами работают, что, скорее всего, да, что если у меня возникнет такая необходимость, у меня есть люди, о которых я подумаю в этом направлении. Также есть соседи, друзья. Есть моменты порешать эти задачи. Ну, то есть это не всегда связано с деньгами. Это может быть башь на башь. Например, вам нравится готовить пироги, людям нравится делать с детьми домашнее задание. Вы готовите там на вечер пирог, соседка делает там, грубо говоря, в течение этих там полутора часов домашнее задание с вашим ребенком. Как бы это тоже рабочая схема. Не все в нашей жизни измеряется деньгами. Деньги – это просто универсальный, как бы, инструмент, который позволяет сократить. Ну, просто сделать проще, что деньги любой из них сможет поменять на то, что нужно ему. В условиях, если мы исключаем деньги, нам нужен человек, которому нужно то, что есть у нас, и мы можем этот обмен совершить. Поиск альтернативных вариантов. Совершенно верно. Можно все. А они всегда есть, потому что мы обычно, знаешь, как бы вот так вот обычно. Ой, ну нет, только я. Конечно, никто, кроме нас. Мы вообще единственные в мире. Если мы не проснемся, земля остановится. Перфекционизм тоже немножко светит. Конечно. Перфекционизм, он везде светит, особенно вот эти вот хорошие девочки, вот эти вот школьные медальки. И необходимость постоянно для всех быть хорошей. Проблема в том, что когда ты постоянно для всех хороший, все это воспринимают как данность. Ну, то есть ты-то для этого напрягаешься, ты себя тратишь, ты себя палишь для того, чтобы для всех быть хорошим. А люди на это не реагируют, они воспринимают как это само собой разумеющееся. Ну, смотрите, никто из нас не благодарит холодильник за то, что в нем включается лампочка, когда ты открываешь дверку. Никто. И даже мысли такой не возникает. Но вот если лампочка перестает гореть, мы говорим, фигли, дорогая, ты не горишь. И уже эта история воспринимается именно так. Поэтому внимательно относитесь к вот таким звоночкам, как лень, в своем организме и, в принципе, на протяжении там своей недели и тех дел, которые вы делаете. Потому что напоминаю, что, ребята, это предохранитель, это пробка. Если пробка, как и в доме, что если пробка не вылетит, то будет пожар и перегорит вся система. Ребята, если у вас вылетает пробка, то есть если у вас уже идет именно лень в таком формате, значит, у вас уже как бы, вам уже система такая алярм, 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 алярм. Я близок к перегоранию. Ну, то есть есть возможность спалить все. Поэтому здесь повод задуматься, посмотреть внутрь себя и заняться перебалансировкой того объема, которым вы занимаетесь. Потому что тут, знаете, эта история превозмогая и так далее, она, к сожалению, к хорошему ничему здесь не приведет. Потому что ниоткуда не возьмись, ниоткуда не взялось. И если у вас ресурса на выполнение просто нет, то его не появится. Если вы его туда не положите, его не появится. От того, что вы, знаете, у китайцев есть такая поговорка «Лошадь сдохла, слезь». На самом деле смешно-то смешно, но очень глубокая мысль о том, что если животинка-то уже все, что ты с этой животинкой не делай, хочешь ты ее тыкай палочкой, хочешь ты ее электрошоком фигачь, что ты с ней не сделаешь, она не выдаст тебе результата. Никакого. Поэтому просто предлагаю не доводить себя до этого состояния такой животинки и стоять перед этим выбором. Это неприятно. Вот. Так. Ну, смотрите. Не беру, не беру, фу, господи, не буду. Не верю, что смогу. Мы на самом деле-то еще на первом, мы еще на «не хочу». Глобально, то есть помним, что отказаться, отказаться от задачи, делегировать задачу. Либо третий вариант здесь – это повысить привлекательность задачи. Ну, условно говоря, о чем я говорю? Ну, например, я не хочу сегодня идти в спортзал. Вот не хочу. Мне лень, не хочу, мне уже неинтересно, все надоело. В зал не хочу, но на танцы я бы сходила. Поэтому просто отдаем себе в этом отчет, принимаем это и говорим, что окей, значит, сегодня у меня спортивная тренировка, не в спортзале на беговой дорожке, а в танцклассе, где я буду танцевать. Никем не хуже. И все. Да, меняете первое на второе, потому что глобально ваш план к здоровому образу жизни не меняется, вы получаете свою физическую нагрузку, вы просто получаете ее условно другим способом, повышаете для себя привлекательность физической нагрузки и понимаете, как именно вы бы эту задачу выполнили. Окей, нагрузка, нагрузка, танцы прекрасно, значит, пусть будут танцы. На следующей неделе, значит, схожу там в спортзал, не захочу сходить в спортзал, у меня есть альтернатива. Схожу там, не знаю, на йогу, в бассейн и дальше по списку. Есть не один способ выполнить задачу, есть не один способ повысить привлекательность. Также можно себе пообещать, что если поменять способ нельзя, ну, например, я не хочу вести ребенка на прививку, я понимаю, что это сборы. В одну сторону истерика там, истерика по дороге домой и так далее, и так далее. Вы понимаете, что окей, я не могу извинить эту историю, мне надо ее сделать. Другой человек отвезти ребенка на прививку не может, потому что это моя ответственность, и мне там нужно, как родителю, писать все согласия, без меня не обойдутся. В таком случае можно себе назначить, что окей, сейчас так, но возвращаемся, и у меня полтора часа на то, чтобы принять ванну с солью, с пеной, со свечками, с приятной музыкой, и договариваемся о том, что эти полтора часа у вас есть, вас никто в них трогать не будет, и уже со спокойной совестью, понимая, что окей, сейчас такая истерика, но потом у меня будет прекрасный полтора часа дзен, в которых я восстановлюсь, и все у меня будет замечательно. Ну, грубо говоря, такие три способа работы с «не могу» в принципе покрывают большую часть вариантов, которыми можно здесь воспользоваться. Дальше мы идем в... Точнее, это было «не хочу». Теперь мы идем в «не могу». Главный момент в «не могу» – это в том, что нужно оценить, какого ресурса нам недостаточно для выполнения этой задачи. Ну, условно, если мы возвращаемся, что я не могу подтянуться 20 раз, что мне нужно сделать, чтобы подтянуться 20 раз? Нет, для этого нужно повысить силу и тонус мышц моих там верхних конечностей. Вот, соответственно, я понимаю, чтобы это сделать, мне нужно раз, два, три, четыре, начинаем с одного раза, и окей, реально глядя на вещи, если я этим серьезно займусь, с учетом плана тренировок, плана питания и всего остального, окей, там через 3-4 месяца я смогу подтянуться заданное количество раз. Все. Если же вам, например, для выполнения какого-то действия, ну, знаете, это как в рецепте, что если тебе нужно приготовить там перловую кашу, если у тебя нет, грубо говоря, кастрюльки, каши, воды, огня, у тебя вряд ли что-то получится. Надо понять, произвести инвентаризацию, понять, что тебе нужно для достижения этого результата и понять, какого ресурса тебе не хватает. И как этот ресурс ты можешь обеспечить. Иногда это связано с нашими усилиями, иногда это связано с внешними усилиями. Здесь, значит, нужно подчеркнуть, чего не хватает добавить. Возможно, что в ряде моментов, так же, как в рецептах, что, окей, дома нету там перловки, но это не значит, что кормить семью не надо. Можем перловку сегодня заменить на другую крупу. И это возможно. Поэтому это тоже вариант решения истории. То есть как только вы понимаете, какого ресурса или какого ингредиента для выполнения задачи вам не хватает, вы, у вас перед глазами полная карта вариантов. Вы можете выбирать. И выбор у вас есть всегда. Также еще здесь очень важно, когда не могу. Второй вариант, точнее, скажем так, второй момент, это дать себе отсрочку. Например, вот сейчас я не могу, но, допустим, если я высплюсь, я смогу. Или, например, вы пришли с работы, так получилось, что вы попали в час пик или собрали по дороге все пробки, приехали домой несколько заведенные, приходите взбодренный, заряженный, так сказать, приходите в квартиру, а здесь семья вас очень ждала. И, соответственно, у всех свои вопросы и моменты, которые надо со всеми порешать. С дочкой выбрать, в чем пойти. Завтра в школу, с маленьким поиграть в паровозики. У мужа тоже вопросы с точки зрения куда, чего, зачем, почему. Даете себе отсрочку. Ребята, мама заведенная. Маме нужно 15 минут времени наедине с собой. И через это время у вас будет довольная и счастливая мама, которая сможет ответить вам на все вопросы и дать вам всем желаемого. Просто все, 15 минут, меня нет. Закрываетесь, условно говоря, в спальне или там в ванной, где можно. Просто 15 минут там слушаете музыку, да, сидите вот так, в тишине. Выдыхаете, да, да, да. Да, нужно подчеркнуть, вдохнуть, выдохнуть. Нужно открыли окно, подышали. Неважно, кому-то выйти покурить, кому-то еще что. То есть 15 минут вас не замечают, вас не существуют. Все, зато через 15 минут вы счастливый, довольный человек, который готов, может, и дальше бежит в эту всю историю. Иногда отсрочка – это тоже решение. И нужно понимать, что здесь был такой пример уже, как бы семейный, тоже рабочая схема. Но в любой задаче ежедневной, с которой вы сталкиваетесь, будь то офисная работа, будь то взаимодействие с друзьями, всегда есть такая же история. Просто когда вы не можете, вы не можете здесь и сейчас. Не надо катастрофизировать эту историю и не надо как бы вгонять себя в рамки. Вы не ограничены. Вы можете это сделать сегодня, вы можете это сделать через 5 минут, вы можете это сделать через 2 часа, вы можете это сделать завтра или послезавтра. Или посмотреть, разделить задачу, если есть вещи, которые необходимо сделать сегодня, то какую-то часть сделать сейчас, что-то сделать завтра. Но тогда повысить для себя, возвращаемся к предыдущему пункту, повысить для себя привлекательность выполнения этой задачи. Да-да-да. Еще знаешь, как оценить вообще. Не могу, я сказала, потому что я не хочу честно себе признаться, или я действительно не могу. Тут тоже есть запретение же. Возвращаемся к истории о том, что 9 женщин за один месяц не родят тебе ребенка. Что ты с ними не делай? Не потому, что не хотят, а просто потому, что не могут. Вот они не могут. Они могут даже хотеть. Не могут. Могут хотеть, могут не хотеть, но не могут. Вот. Так что здесь тоже очень важно быть честным по отношению с собой, отвечать, зачем ты что-то делаешь, действительно ли это ты делаешь по собственному желанию, действительно это нужно тебе, нужно прямо сейчас, и именно таким способом. Отвечая на каждый из этих вопросов, можно удивиться полученному ответу. Да, кстати, да. И тому, какие по факту для тебя открываются двери после этого. Не забывайте, что каждый из нас привык бегать вот по этому колесу, вот по этой колее, а на самом деле дорога более широкая. То есть дорога гораздо шире, чем мы привыкли на нее смотреть. И за то время, когда мы последний раз на эту дорогу глядели, к ней могли достроить еще пару полос. Да, да, да. И могли уже открыться новые интересные варианты, о которых мы даже не узнаем, даже не попытались узнать, просто потому, что мы бегаем по этому кругу. Ну, привычно уже, что там. Да, как лошадка, знаете, у них же даже шоры вешают специально, чтобы она видела дорогу прямо, и мы бегаем вот протаптываем, протаптываем, протаптываем. Эта колея все глубже, 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 и нам уже иногда из-за этого становится сложнее и сложнее из нее выбираться. Вот. Давайте так. Третья у нас большая группа это «Не верю, что смогу». Перфекционисты тут, и там все, короче, всякие там эти самые, да. Да, 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 да. Все перфекционисты подняли, в голову глобально здесь, конечно, несколько моментов. Первый – это здесь составляющая, это перфекционизм. Второй момент, что иногда мы смотрим точку А и точку Б. Ну, то есть иногда нам кажется, из точки А прыжок в точку Б невозможен. Ну, просто из-за раздела «Я стою у подножия Эвереста, а в точке Б я на вершине Эвереста». Да, да, да. И так смотришь, думаешь, «Ммм, не думаю». Да, вряд ли. Да. Что-то как-то нет. Как-то мне не кажется, что смогу. Или то же самое, что ты стоишь сейчас и здесь не умеешь, например, водить автомобиль, а в точке Б ты там водитель карьерного, да, карьерного этого, тяжеловоза, там такое, где колесос 3 метра, и думаешь, «Ммм, навряд ли». Навряд ли. Да, 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 да. Вот это вот. Навряд ли. Именно это и есть «Не верю, что смогу». Здесь, как говорится, пара правил. Первое – это, ребята, слона надо кушать по частям. Любую большую задачу можно разложить на ряд маленьких, достижимых, понятных, измеримых. И это позволит вам, ну, то есть это истинно известная, как бы ничего нового я сейчас не сказала, но поверьте, как только ты перестаёшь думать вот этими вот конечными сверхрезультатами, ты понимаешь, что на самом деле, на самом деле результат и успех, ну, в принципе, успех – это результат ежедневных монотонных действий в желаемом направлении. Если вы хотя бы по шагу будете делать, путь рано или поздно закончится, потому что он конечен. Да. Вот и всё. Люди, которые получили результат от людей, которые его не получили, отличаются только количеством попыток. Обычно у тех, у кого получилось, их на одну больше. Инегулярностью действий они просто тупо делают. Всё. Вот мы делаем, мы делаем, мы делаем. Ты делаешь, делаешь, делаешь. После этого ты, если что-то у тебя не получилось, окей, понял, принял, сделал выводы, а ты дальше. Да, ты будешь, окей, давайте проанализируем, что у меня мог, что могло пойти не так. Ой, как интересно получилось. Потому что иногда прийти не туда, ты можешь получить результат, но другой. Не значит, что он будет плохой, но он может быть другим, не тем, который ты хотел. И не всегда это значит плохо. Иногда это то, что на самом деле тебе было нужно. Например, я думаю, что как человек, занимающийся ферментацией. Сто процентов. Я всё время, когда говоришь примеры, я такая так, а вот если капусту, а вот если это, у меня всё время ферментация в голове крутится. Совершенно верно. То же самое, что иногда в каком-нибудь рецепте уйти не туда, значит, придумать что-то новое. Иногда новое. И что-то новое, интересное и вкусненькое. Абсолютно. Абсолютно. В истории кулинарии, я думаю, что если там уже посмотреть, половина так точно. Сто процентов. Результат того, что люди шли вообще к другому. Да-да-да. Вот. Ну и давайте, наверное, здесь уже включим наш любимый перфекционизм. Перфекционизм, чем он, скажем так, многие гордятся, что они перфекционисты. Да. Я как человек, ну, что было тоже понятно, здесь нужно немножко пояснить. У меня параллельно с медициной есть вторая работа, то есть я являюсь и врачом, и параллельно я работаю в финансовом секторе. Я, скажем так, как бы так, любимый работодатель попросил его не называть. Ага, понятно. Назвать не называя, знаешь. Примерно область хотя бы, боже мой. Окей, да. Финансовый сектор банки первая пятерка. Я поработала во всех, так что, в принципе, там можно и потеряться. Вот. Я работаю, я средний менеджмент, ну, даже там уже, наверное, ближе к верхнему. Имею какое-то количество там подчиненных людей, постоянно занимаюсь наймом. Ну, то есть у меня есть такая балансировка. Я тружусь в IT-направлении. Ну, то есть я условно руковожу ИТ-проектами. О, отличная формулировка. Я руковожу ИТ-проектами. Это параллельность медицинной деятельности, которая тоже у меня сбалансирована идет. Вот. И то, что я могу сказать, что очень часто люди в резюме пишут, что они перфекционисты и указывают это как свое конкурентное. Да. Достоинство. Да. Как свой плюс и бонус, который позволит выбрать их по сравнению с кем-то еще. Но человек, который там уже больше 15 лет занимается в том числе и подбором себе команд, могу сказать, я никогда, вот никогда не возьму себе на работу перфекционистов. Никогда. Ситуация такая, что, к сожалению, когда у тебя вот эта вот история включается с перфекционизмом, то у тебя существуют вот эти две полярные истории. Ты либо, ну, то есть, ты выбираешь не делать ничего или стопроцентный вау-результат. Вот у тебя, вот ты всегда, вот только у тебя, только вот у этого тумблера только два состояния. Либо вот любить так королеву, воровать так миллионы. А в результате ничего не делаешь. Совершенно верно. Поэтому здесь получается, что человек, у которого есть склонность к перфекционизму, выбирает заведомо, он выбирает заведомо проиграть. Да. Просто это иллюзия, что если ты не делаешь выбор и не вплетаешься в какую-то историю, ну, то есть, ты не начинаешь какое-то дело, потому что ты в нем не получишь результат, ты себе в голове это объясняешь, что я не начинаю, значит, как бы я, в принципе, в этой истории не участвую. Нет. Ты сделал выбор. Отсутствие выбора это выбор. Ты уже его сделал и ты выбрал ноль. Ты выбрал ноль. То есть, ты выбрал, ты выбрал, ну, простите за вражение, обосраться. Ты сразу выбрал этот вариант. Ты не попробовал. Потому что 5%, 10%, 30%, 50% это лучше нуля. А если мы возвращаемся и говорим о работе или о трудовой деятельности, то любой результат на любое количество процентов лучше, чем его отсутствие. Поэтому мне в работе не нужны вау-эффекты. Когда так получается, это прекрасно, это великолепно. Или там, если получается там условно плюс-минус идеальный вариант, ну, идеал недостижим, но максимально к нему близкий, это круто, это замечательно, но это не есть самоцель. Мне не нужен, скажем так, мне не нужна идеальная заявка на кредит. Мне нужна правильно заполненная заявка на кредит. Вот. Потому что человек, который пытается вот это вот все перепроверить, все вылезать и дать идеальный результат, оно же, читая перфекционизм, он на выполнение просто рядовой задачи тратит под час, в два, в три раза больше времени, чем человек, который выполняет задачу по выставленным критериям. Да. И вот это важно понять. У любого дела есть критерии успешности. И твоя задача, особенно если мы говорим о работе, соответствовать этим критериям успешности. Здесь нет дополнительного, скажем так, никто не просит идеального результата. Мы просим результат по заявленным требованиям. И вот этот момент очень важен. Ну, то есть, не обманывать себя, что если ты не берешься за дело, значит, ты не участвуешь вот в этой истории от нуля до ста, участвуешь, ты сразу выбрал ноль. А второй момент, что если тебе все равно каждый день ставят задачи, и задачи надо выполнять с заявленным требованием по критериям успешности, а не стремиться каждую из них выполнить в идеале, потому что это заведомо путь к это путь к очень большому дискомфорту, потому что ты дольше выполняешь задачу в твоей команде, если твоя задача связанность с другими участниками, то есть, кто-то не может начать выполнять свои задачи, пока ты не выполнил свою, соответственно, идет вот эта вот проволочка, вы нарушаете СЛА, и добрый вечер, добрый день, весь отдел тобой недоволен. Но ты же стремился, ты же хотел идеально, ты же хотел лучше для всех, а по факту ты сделал все для того, чтобы ваш общий поезд застрял в песках, хотел как лучше, а получилось как лучше не вспоминать. Вот так. Совершенно верно. И вот эти моменты с перфекционизмом, это тоже такая вот опасная вещь, которую лично я предлагаю в себе отслеживать и смотреть, откуда они у вас идут и зачем они вам нужны. Потому что, на самом деле, перфекционизм это тоже такой звоночек и зачастую с детства, вот, потому что моменты вот с этим вот хвалили только за пятерки, радовались только вау-результатом, но проблема в том, что идеальный результат, который можно оценить по какой-то шкале, он существует очень ограниченное количество времени в нашей жизни. То есть, условно, в школе есть пятерки, в институте есть зачеты, есть оценки за экзамены, но проблема в том, что в настоящей большой жизни этого нет. Работодатели нет для тебя там. И поставили к дюрку. Да, никак не записали кружочки, звездочки и так далее. У тебя там нет. Работодатель тебе не будет ставить пятерку за твои ежедневные задачи. Вот. И это причина, почему люди выгорают, это причина, почему люди не получают удовольствия от работы, но потому что невозможно получить удовольствие от процесса, в котором ты должен, ты всегда должен быть идеальней. не сидишь, думаешь, так, да, 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 да. А сколько я, знаешь, что я подумала, какое гигантское количество энергии ты туда сливаешь. Безумное. Просто тупо ты уже, просто нет у тебя сил ни на что другое. Конечно, потому что поддержание вот этого вот идеальности, идеальной, идеальной, потому что тебе, а, тебе надо найти этот идеальный вариант реализации этой задачи, как бы туда вложить кучу энергии и так далее, так далее, так далее. Ну, то есть, и ты постоянно переживаешь, у тебя постоянно страх неудачный, потому что идеал недостижим. Вероятность, что ты, в принципе, в этой игре хотя бы с какой-то долей вероятности там победишь, она скорее равна статистической погрешности. Ну, к 100%, 100%. Ну, ты же знаешь, такой момент, даже когда ты не выбрал, ну, вот ты сидишь и думаешь такой, вот я либо идеально, сейчас я еще 35-й курс пройду, чтобы вот прям идеально было, и ты ничего не делаешь, это же тоже гигантское количество энергии туда сливается, что ты все время об этом думаешь. А потому что у тебя еще список того, что ты сделаешь, идеально растет. Конечно, конечно. Каждый квест, который в своей жизни ты не выполнил идеально, он у тебя вот здесь в голове остается, и ты с собой вот эту тележку таскаешь. Знаешь, знаете, тележка, там уже, блядь, вагон гигантский, тележка. Может, даже не один поезд. Кто так трудился? У кого как, да. И вот этих вот вещей, которые ты сделал хорошо, ты сделал на 4, на 5, но ты сделал не идеально, что вот тогда, вот тогда, на последнем курсе, в той дипломной работе, я мог вот так это сформулировать, и это было бы идеально. И я очень много знаю людей, которые там регулярно рассказывают, там, допустим, на встречах, что вот тогда-то, в той-то презентации, вот тогда-то, вот эту вот задачу можно выполнило вот так. Перестаньте качать энергией ветки прошлого или возможных вариантов, которых у вас не было, потому что энергии у вас ограниченное количество, а все вот эти вот воспоминания о нереализовавшемся или возможном, это момент, когда вы просто сливаете, просто вот как-то суши, выливаете энергию. Это и вызывает ваше выгорание в том числе. 100%, да. Я бы сказала, даже спонсор, наверное, выгорания, именно эта история. Спонсор, да-да-да, самый главный причем. Именно это же, именно это и поджирает, потому что в тот момент времени вы поступили так, как вы могли поступить в тот момент времени. Это было оптимальное решение для вас в то время. Все, точка, подчеркнули, расписались, перевернули и пошли дальше. Что бы вы сейчас не сделали, вы не можете изменить прошлое. Не существует механизма изменения прошлого. Ну, просто его нет. Поэтому случилось, как случилось, было сделано, как было сделано. Вы можете, если вы считаете какой-то результат неидеальным или там непозитивным для себя, вы можете сделать выводы для того, чтобы в дальнейшем результат был другим, но сам факт вы поменять не можете. Поэтому будьте внимательны к себе и бережно относитесь к своей энергии и к своему внутреннему миру. Вы главный свой защитник и вы главный человек в своей жизни, ради которого вы должны делать все то, что вы делаете. И если у вас возникают вопросы, зачем, почему, не хочу и особенно лень, пожалуйста, просто вспоминайте. Если вы из всего, что я сегодня рассказала, запомните только одну фразу, что лень это предохранитель, то есть это ваши лобки, как у электросистемы, я свою задачу на сегодня выполнила. Потому что просто помните об этом, если предохранитель срабатывает, значит, что-то в системе уже поехало. очень советую в данном случае обратить внимание на себя, посмотреть и окунуться, где, чего требуют наладки, требуют починки или, возможно, внимания и любви к себе. Так, что-то у нас осталось пять минут от заявленного часа, наверное, Аня. Ты так, знаешь, широкими морсками так, знаешь, развернулась, прям так широко, прям хорошо вглубь ушла, вот прям как я люблю, знаешь, прям вот, молодежь, когда ты заявила три из темы, понятно, что они перекликаются, я думаю, блин, у каждой из них такая прям ге-гей темище. Я предлагаю нам с тобой сделать еще один эфирчик. Ну, давай, сделаем следующий, просто тогда этот назовем там часть 1, а дальше пойдем в вторую часть для того, чтобы ребята понимали, что существует еще какая-то первая часть, где было предисловие, что я не говорила. На самом деле, интересно и вообще очень глубоко, я надеюсь, что моих заставит задуматься, потому что какая бы тема у Телеграм-канала бы не была, оно все равно всем нужно, вот эта вот тема, это такая, знаешь, вот прям вот, точно же, как вот этот вот менторинг, который мы проходим сейчас, в принципе, абсолютно любую тему возьми, оно настолько помогает тебе трансформироваться, и у каждого оно есть, у каждого оно болит, ну вот практически 100%, согласитесь? конечно, ну, ну, мы же живые, вот, мы же люди, мы же не только, не капуста единой, совершенно верно, мы же живые, мы же люди, мы же живем в социуме, поэтому нам, как наша система внутри, так и наша система снаружи, она подчиняется определенным, как бы алгоритмам, определенным правилам, и мы, понимая их, видя их, ну, скажем так, зная закономерности, мы можем с этим работать. Так, наверное, давай, наверное, договариваться, что рады всем, кто пришел к нам сегодня, послушать. Да, он там у меня, три девочки сидят, Лена сидела постоянно, Лена, ты молодец, Лена, потом мне напиши, как тебе было. Это большое, к сожалению, да, извиняемся, что мы как-то это увлеклись немножко, обещали, но не дали возможности. знаешь, я думаю, чем по верхам, вот мы вглубь пошли, и знаешь, вот можно даже несколько постов на эту тему написать на самом деле, потому что реально вот подумать, это то же самое, что как вот, знаешь, как тебе приходят к врачу с какой-то болячкой, но болячка же, она не просто так же там возникла, ну не на пустом же месте, ну она же сигнализирует, говорит, алло, посмотри на меня, пожалуйста, и это же сигнал. Это решение айсберга, задача врача раскопать, что же там под водой, поэтому смотри, я предлагаю тогда сделать следующим образом, то есть те, кто нас сейчас смотрят в прямом эфире, те, кто послушают, ребята, 30 пост в канале о ферментации, так, вопросы к эфиру, называется, пост опубликован в 11.03, можете прямо сюда записывать вопросы, которые у вас возникли в ходе того, что вы прослушали или прямо сейчас в режиме реального времени послушали, прямо пишите туда вопросы, мы тогда вторую часть эфира просто сориентируем, сразу же начнем с ответов на эти вопросы, либо построим диалог таким образом, чтобы сразу на них ответить, а то просто мы с тобой пообещали, что дадим возможность задать вопрос, а не дали, а не дали, да, чуть-чуть не было, да, слушай, супер, отлично, я тебя благодарю от всей души, что ты пришла, нашла время, вот, в своем таком, я так понимаю, что очень busy графике, графике, я просто в Лондоне живу, поэтому у меня с английским тоже, знаешь, переплетения идут, по языке. My name is Boris, I'm living Moscow. Вот, и тогда мы с тобой спишемся, посмотрим, когда мы можем, да, и я думаю, что возможно, даже может быть у тебя проведем, если ты, ну, хочешь. Смотри, мне канал не принципиален, мы можем у тебя провести, мы можем у меня провести, потому что я записи этого эфира также и у себя размещу, то есть можно будет там и там. Ну, в принципе, разницы никакой нету на самом деле. И если кому-то будет интереснее, подробнее что-то обо мне почитать или о моем канале, то мы договоримся с Аней, она просто опубликует ссылочку на мой канал, как раз. Обязательно, да, ссылочку сразу оставлю, конечно. Вот все, всем большое спасибо. Дорогая моя, спасибо тебе. Девочки, спасибо, что были, посмотрели, все, кто будут смотреть, тоже всем спасибо. Вот все, я тебя обнимаю и мы с тобой на связи. Да, все. Всем хорошего дня и отличного настроения. Всем до свидания.